Так, по-моему, у меня сейчас будет солнце в кадре. Я очень не люблю солнце в кадре. Всем огромный привет моим подписчикам, тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас будет тест-драйв, будем с вами целый день тестировать совместно новое тональное средство. Это тональное средство от Guerlain, это тональный флюид из всем известной серии метеоритов. Guerlain практически каждый сезон выпускает какое-то новое метеоритное средство. Все вот эти лимитки многие собирают. Вот, в этом году они выпустили новое тональное средство, и будем мы с вами смотреть, что это такое, стоит ли оно вашего внимания, или все-таки оно не стоит вашего внимания. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Сначала поговорим, что это, как это, о каких-то таких внешних свойствах. Прежде всего, отмечу упаковку. Упаковка очень удобная, потому что здесь 30 мл, это не стеклянная упаковка, это вот такой вот тюбик с помпой. Вот, да, он так открывается, достаточно плотно крышкой сидит, поэтому она никуда не потеряется. Кстати говоря, на крышке здесь вот знаменитый этот рисунок Guerlain, что же такая милая маленькая приятность. Почему мне нравится упаковка? Во-первых, потому что она в тюбике, она не стеклянная, она не тяжелая, ее очень легко положить с собой куда-то в косметичку, в сумочку. Это удобный тревел-вариант. Также помпа, скажем так, я люблю тональные продукты с помпами, потому что они дольше хранятся, туда внутрь не попадает воздух, вы туда не лазите, не дай бог, руками. Сами вот эти вот носики можно промывать, если вы совсем уж так вот серьезно относитесь к дезинфекции. Далее здесь 30 мл, то есть это полноценная версия. У меня четвертый оттенок, это самый темный оттенок, то есть если вы слегка такая загорелая, смуглая, то, наверное, будете выбирать именно четвертый оттенок, потому что третий оттенок, он не сильно отличается от четвертого, он просто слегка разорит. Приступим к нанесению, я уже убрала волосы, на лицо у меня нанесен увлажняющий крем, под глазами у меня тоже увлажняющий крем. Вот, ну вы видите, как у меня в принципе лицо выглядит без какой-либо тональной основы, то есть, ну достаточно неровный цвет лица, как у всех нормальных людей, каких-то таких ярко выраженных страшных высыпаний нет на лице, достаточно ровное лицо. Будем наносить на половину лица руками, я собственно тестировала именно так в основном. Половину лица будем носить с помощью Bath & Brush от Real Techniques, самая моя любимая кисть для нанесения тонального средства. К сожалению, у меня была идея также использовать и спонж, бьюти-блендер, но, к сожалению, мой бьюти-блендер меня покинул, его дожрали мои коты. Выдавливаю я из помпы тональное средство, мне хватает на все лицо одного нажатия, очень много средства добывается таким образом. И я такие вот ставлю ровненькие точечки везде, постараюсь очень ровно разнести по коже. На самом деле, когда наносишь непосредственно на лицо, то он кажется каким-то очень оранжевым и рыжим. Ну, не оранжевым, но все-таки он кажется каким-то по сравнению с цветом лица слишком таким веселым и апельсиновым. Вот, но сейчас мы посмотрим, как он поведет себя дальше. На половину лица я наношу вот на эту правую с помощью кисти. Сам производитель советует все это дело растушевывать от центра к периферии. Ну, собственно, как и большинство тональных средств, наверное, будет правильнее наносить именно так. Так, эту сторону мы размазываем руками, если так можно назвать работу с тональным продуктом. На самом деле, вот синячки, допустим, мои под глазами, он точно не закроет. Вот, и как бы в этом плане, конечно, я от него этого не требую никогда, ни от каких своих тональных основ я этого не требую. Я нанесла тональное средство, подвинула ближе камеру, чтобы вам было больше, лучше видно, как смотрится средство на лице. В принципе, мне очень нравится, как оттенок именно подходит, как он смотрится на моем лице. Итак, что хочется сказать, именно что касается покрытия. Ну, естественно, вот покрытие, которое я наношу руками, оно какое-то такое более блестящее, более влажное. Здесь получилось оно немного более матовое. Мне нравится также, что оно никуда не, в какие-то поры не забивает средство. Мне нравится, что оно очень хорошо сглаживает. То есть, у меня вот здесь вот достаточно расширенные поры, оно хорошо именно сглаживает. Но при этом, когда я нанесла руками, как-то мне кажется, что даже лучше оно сгладило, нежели я нанесла кистью. Вот, хотя с другой стороны, в принципе, разница это не так принципиально. Но мне нравится, что с нанесением руками более натуральный эффект. Здесь более такой, скажем так, менее блестящий, более матовый эффект. Как-то он такой более тональный эффект. Что касается корректирующих свойств, то, ну, естественно, видите, вы, я пыталась чуть-чуть закрыть синяки. На камере сейчас моих синяков, наверное, не так их видно. За счет того, что именно очень хороший эффект светоотражения. То есть, по факту, мне кажется, что тональная основа, это очень смотрится натурально, и кожа смотрится очень натурально за счет вот этого светоотражающего эффекта. Она, в принципе, хорошо выравнивает тон, но какие-то вот, скажем так, прыщики, какие-то серьезные недостатки, вот мои какие-то вот здесь вот родинки, он даже как бы, даже слегка не затонировал. То есть, где родинки есть, они в том же оттенке сейчас у меня на лице. Я сделала полностью макияж, как-то, не знаю, у меня почему-то с этой тональной основой не тянет меня на тяжелый макияж, у меня просто так... Немного летний, немного яркий, но, собственно, как бы очень летний, легкий макияж получился. Единственное, что вот, ну, такие достаточно объемные реснички и, ну, яркие губы, да. Вот. Что сказать? Мне кажется, с макияжем вместе уже, и, кстати говоря, я не наносила хайлайтер. И как-то, не знаю, вот, ну, не тянет меня наносить хайлайтер с этой тональной основой, потому что, ну, лицо настолько здорово, сияющее, я не хочу как-то перегружать свое лицо. Поэтому ношу без хайлайтера. И сегодня я тоже не наносила хайлайтер. Мне кажется, и так, лицо смотрится очень органично, очень натурально, красиво, легкий румянец. Единственное, что на арсу у меня оргазм на лице. И очень-очень легкое контурирование. Ну, все это вместе. На тональной основе это смотрится хорошо. Прошло порядка получаса, пока делал макияж. Тональная основа, ну, собственно, никак не изменилась. Мне кажется, она окончательно просто уже уселась на лицо. Так, окончательно как-то приняла свой вид. Я думаю, что встретимся с вами через несколько часов, посмотрим, как изменится мой макияж. Я куплю сейчас вам несколько фотографий, как смотрится на вспышке данный тональный флюид. Так как в нем SPF 25, это достаточно большой фактор защиты. И поэтому необходимо понять, будет ли он портить фотографии. Можно ли использовать его для фотосъемок каких-то или для вечерних макияжей. Не будет ли вот этого вот белого противного блика, не будет ли у вас мертвецкого цвета лица. У нас уже прошло 3 часа. Я за это время успела уже и снять для вас видео, и перекусить уже успела. Обновила помаду даже, блеск точнее. Вот, что у нас происходит с тональной основой. Ну, я могу сказать, прежде всего, ну, очевидно, что за 3 часа появился небольшой блеск в Т-зоне. Ну, скажем так, на лицо он смотрится достаточно гармонично. И я, в принципе, когда появляется такой легкий-легкий блеск, я никогда его не убираю матирующими салфетками. Потому что, ну, как-то, не знаю, он как показатель, что я живой человек. У меня нет никакой маски на лице. В принципе, с текстурой тональная основа смотрится достаточно органично. И не выглядит какой-то вот реально неприятный жирный блин, а не лицо. Вот. Нет каких-то вот участков, где тональная основа сползла, там какие-то куски видны. В принципе, всё, лицо смотрится очень-очень хорошо. Просто оно стало такое более натуральное. Итак, прошло уже 9 часов. И что у нас с лицом? То есть я сейчас уже пойду умываться. В общем-то, ну, что могу сказать. Очевидно, что очень сильный, конечно, блеск уже в Т-зоне. Причём очень такой явный блеск на лбу. Но на носу определённый всё-таки блеск есть. Он сполз с крыльев носа. Ну, собственно, щёки вообще в идеальном состоянии, мне кажется. То есть вот эта часть лица у меня практически как бы никак не изменилась. Никакого жирного блеска не появилось. Единственные проблемные реальные места – это лоб и нос. То есть жирненький лоб достаточно. В принципе, я думаю, что если бы мне нужно было куда-то сейчас идти ещё, я бы могла спокойно убрать это матирующими салфетками, припудрить не столь критично. Ну и, конечно, вот крылья носа, да. Вывод. Вывод. Если у вас сухая кожа, и она сухая летом, имеет сухие участки, то да, эта вещь вам однозначно подойдёт. Если у вас нормальная или комбинированная кожа, то на каких-то более жирных участках, как у меня, у вас появится достаточно быстро всё-таки жирный блеск. Хотя, при учёте, что вот такой вот серьёзный явно он появился только через 5 часов, ну, я бы не сказала, да. То есть, какие-то вот такие участки, Т-зону, если вы не любите жирный блеск, наверное, стоит припудривать. То есть, без припудривания, в принципе, через 5 часов появляется уже такой нормальный жирный блеск. И вот уже через 9 часов такой очевидный жирный блеск. И на каких-то таких проблемных участках, типа крылья носа, у меня он пополз, пропал, наверное, через 5 часов. И сейчас уже это всё более заметно, что вот здесь вокруг носа у меня я захватала. Вот. Таким образом, если есть какие-то жирные участки, наверное, если припудривать, будет всё нормально. Если следить за ними. Но жирный блеск всё-таки появляется, потому что мы живые люди. Если жирная кожа полностью жирная, очень жирная, я бы не советовала на лето этот тональный флюид. Честно говоря, для себя я отмечаю, что это, мне кажется, идеальное средство для моей кожи, потому что моя кожа прекрасно просто смотрится с ним. Очень красиво, очень вдохнувшая. Даже сейчас, в общем-то, если не брать в расчёт вот именно такой вот жирный блеск на лбу, всё остальное смотрится вообще хорошо. Так что матирующие салфетки мне в помощь. Я думаю, что я буду пользоваться этой тональной основой всё это лето. Мне она очень понравилась. Выбирать или не выбирать, решать вам, понравилась она вам или нет. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях своё мнение, как она смотрелась в течение дня сегодня. Как вы считаете, должна она так смотреться или не должна. Какую тональную основу вы для себя выбираете этим летом. Возможно, вы выберете так же, как и я, Baby Glow. Поэтому всё. Если видео вам понравилось, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. И всё. Всех вас люблю, целую. До скорой встречи в следующих видео.